Ультикейсы имеют HellCase. Ты больше не ограничен рандомностью при открытии кейса. Теперь ты можешь выбрать любую из ячеек со скинами и определить, что ты выиграешь самостоятельно. Используй промокод и погрузись в игру без рандома. HellCase — это более 35 уникальных кейсов с огромным выбором предметов. Более 93 миллионов открытий и 6 миллионов зарегистрированных пользователей. Вы можете апгрейдить свои скины или выигрывать в наших бесплатных раздачах. Мы разыгрываем в наших социальных сетях более 70 уникальных скинов в месяц. Выводи свои скины и баланс в криптовалюту или через популярные платежные системы. Будь уникальным! Используй промокод и выигрывай прямо сейчас! Знаете ли вы, как на самом деле происходит обмен на сайте КСМАНИ? Настоящее приключение начинается! КСМАНИ Круто! Вот как на самом деле происходит обмен на КСМАНИ! Вот как на самом деле у Айка громко происходит пистолетка на квалификациях. GG Bet квалификациях. Star Series Alix сезона под номером 7. Полным ходом у нас матч доигровочка, друзья. Со счета уже 1-0 в пользу Винстрайка. То, что не доделали из-за технических проблем вечером в пятницу, доделываем сегодня. Ну и, в общем-то, карта ДАЗ-2. Выбор, опять же, коллектива Винстрайк. Первую они забрали. Было это в пятницу, кто видел. Кто не знает, для тех говорю. Ну и смотрим, как здесь будут разыгрывать на поставленной бомбе. Точнее, уже пытаться, наверное, поляки против единственного World of Duty. Хорошо, прилетело на дальнюю дистанцию. 3 хп. Первый подход на бомбу неудачно. Второй пошел неудачно. Третий туда же. До свидания. Гоша не прощает. Ну вот, ощущение, что накрутил он где-то у себя в голове снайперский прицел на под 250. Ну и за счет комфортно поставленной тиммейтами бомбы этот пистолетный раунд просто нисходя с места на коротке из ямы разыгрывает в пользу своего коллектива. Всем еще раз, друзья, добрый вечер. Ну и, в общем-то, у нас единственный в рамках групповой стадии этих самых квалификаций матч остался. Точнее, возможно, даже одна карта. Вот эта вот самая карта ДАЗ-2. Ну, если поляки, опять же, соберутся силами и продемонстрируют здесь уровень на Дасте-2, вот такой вот уровень стрельбы, то, возможно, доберемся мы и до карты Десайдера. Пока что, в общем, ну так вот состав собранный вокруг Бумыча не мог, я, честно говоря, не видел событий тех, которые происходили на трейне, но по счету так увидел, что достаточно уверенно парни наши закрыли поляков. Поляков, в общем, и состав собирался, опять же, вокруг Кирилла. Ну, вот еще в старых винстрайках Трейн, конечно, и на этой карте ребята никому спуску не давали. Ну, или, по крайней мере, пытались. Тот самый красочный Трейн, опять же, вспоминаем, с Мажора, который они героически, прошу прощения, закомбетчили против Мау Спортс. Ну, вот поляки не устояли. Опять же, смотрим, что здесь будет на Дасте-2. Мне почему-то показалось, я не видел Пикабана, что именно Трейн пикали винстрайк для себя. Но, как оказалось, это делали поляки. Вообще, на самом деле, польская сцена сейчас находится в режиме таком некотором перестройки. Непонятно, что здесь будет с Virtus.pro, да. Ну, наверное, функционерам как-то там чуть поближе это все дело понятно. Есть какие-то инсайды, будет все вокруг Снач строиться или нет. Но, я думаю, в режиме ожидания многие польские игроки находятся, в том числе и господа из EGO, поэтому здесь не особо понятно. Как и с раундом, переворотом от EGO, то есть все начиналось с точного выстрела из скаута от Sizi Pero, он же Шпера. И так все, в общем, как-то и затянулось на поражение здесь, пока я рассуждал о перспективах развития польской Counter-Strike сцены. Ну, вот по последним событиям, тем более на Dust мы видим все чаще и чаще подобного рода перевороты. Попытаются WinStrike ответить, причем, ну, ответить не потратив здесь очень много сил экономических на все это дело. Подсадочка, кстати, уже организуется дуэтом из двух игроков, а именно Грубый там пошел грубить на шарте с поддержкой тиммейта. Ну, близко прочекали, ожидали, видимо, здесь быстрого раунда. Винстрайки, опять же, отталкиваются от безопасного развития этого раунда в дебюте, подходят через нижнюю темную под мидл. И это рыбалка, друзья, это вот русская народная рыбалка, никак ее по-другому не назовешь здесь абсолютно, потому что с деглом. В маленькую лунку зазора между дверьми, два дегла. Просто вот зимняя рыбалка в исполнении WinStrike. Так, ну, пока с промежуточным успехом. Сизипера отправили в следующий раунд, пока что наблюдать за своими тиммейтами в этом. Ну, вот сходить за трофейным девайсом возможности не представляется, тем не менее со скаута есть минус на просветик. Прилетел прострелом по голове и, ну, походу, подъем-переворот мог бы получиться на самом деле. Ну, вот здесь концовочка на 50 секундах оставшегося времени, опять же, против довольно грубо игравящего, грубого. Ну и квадрокилл от него. Квадрокилл, причем абсолютно без шансов, то есть решил в рискованной позиции на парапетике на шарте не оставаться. Тянулся глубокую позицию рампов, поблизости был тиммейт. И ты с этим тиммейтом, как будто у себя дома, в мягких тапочках, встретили базу А, ну, вот, не доводя все до критических событий, до тех событий, которые себе позволили винстрайки в раунде под номером 2. Ну, и вот приходится, опять же, подобную модель разыгровки повторять винстрайком в раунде под номером 4. То есть тот же самый скаут. Вейлендера уже хоронят, ну и пошла вода горячая. Фурлан. Фурлан встречает мидл. Ну, как-то вот. Кирилла оставляют одного против пятерых и практически всех сот. П-250, хорошая стрельба, первый по голове, дальше доработка, но хаешки здесь уже не убежать. Ну, так забетонировали, на самом деле, счет и перспективу развития в пользу удачности для себя поляки. Выиграв и этот раунд, и вот два одномодельных таких, одноархитектурных раунда с одним скаутом деглами по 250-м ни к чему по большой части для винстрайка не приводит. То есть как-то вот остаться даже на клатч, довести раунд до нервной концовочки здесь не удалось. Пока что в активе у винстрайка имеются, опять же, только пистолетки. Я еще раз напомню, что карту ДАС-2 выбирали винстрайк сами, там винрейт у них, конечно, поприятнее, но опять же... Ой-ой-ой. Загул, Солянова, Вейлендер. Что творит Груби? 9-0-2 играет. Вот такая палочка, вскрывалочка, выручалочка, халповалочка. То есть на все руки мастер, на самом деле, Груби. Ну и под достаточно неплохую раскидку тиммейтов, на самом деле, здесь его усилие на лонге пригодилось. Да, вторым темпом выходит на него, разменявшись. Ну, равенство по составу и по хп, на самом деле, примерно тоже похоже. Квик. Организует смачок, но вот позиция машины, опять же, здесь вряд ли читалась на подобном этапе развития раунда. Шпера и его Аук. Уже вдвоем с тиммейтом, ответочка прилетела, постелил фурлан себе безопасно, так, чтобы слонга неаккуратно, если Шпера не отыграет, не прилетела ему. Но Шпера отыгрывает и, опять же, сплит игрок, который решил возвращаться через шорты, халповать уже второй волной. И как-то вот перекрестку своим тиммейтам, это Кирилл Бумыч, здесь особо не пригодился. Видел там голосование в одном из пабликов ВКонтакте, лучший певец года. Из профессиональных игроков, но там, конечно... Бумыч зажег! Зажег, просто хоть на шоу голос отправляю его. Так, ну и интересно, на самом деле, какая будет у нас там третья карта. Я вот, честно говоря, не обратил внимания. Опять же, повторюсь, кэш будет третьим. Матч у нас доигровка. Последний матч групповой стадии. Там параллельным курсом на канале StarLadder 5 Гомер для вас комментирует матчи. Отличного стака Майки Лели. Это No Chance против отличного также стака с молодым Зайву. Стака Хэппи. Перерождение. Очередное уже многократное тысячное перерождение французских составов с новым пониманием и с новым игроком. Но там матч на самом деле интересный. Вот удалось мне на квалификациях No Chance покомментировать. Ребята прям, ну, по крайней мере, радуют задумками. То есть исполнение там не отнимешь. Есть и опытные, есть и молодые парни. И прям-таки мне на самом деле очень даже понравились. То есть там и Кромин в составе, и Майки Лели с головой к делу подходят. Но посмотрим, что будет здесь. У нас нужно доиграть группку. Определить все-таки, кто со второго места группы С будет выходить. План Диглы. Побег через мидл. Кто будет смотреть на смог. Ну, будет, но на самом деле поздновато. На самом деле здесь Норберт. Не Норберт. Во всем этом деле виноват. А вот как раз-таки суперагрессия от польского игрока приносит здесь достаточно адекватные результаты. Стяжка фокуса внимания. Под это дело смогли отыграть опорники базы B. Активность на мидл как раз-таки прекратить весь этот сплит. Ну и сам паузу колет у нас Бумыч. Кстати, вот, ну, впервые на самом деле я вижу пересобранную команду WinStrike. Там долго не анонсировали состав. Потом подливали масло в огонь интриги, анонсируя по одному. Но вот вижу на Ликипедии, что Бумыч здесь in-game лидер. Это интересно, что молодой игрок уже на самом деле здесь in-game лидер. Ну, хотя вот так вот я смотрю на состав. Тут на самом деле WorldEdit никогда не играл капитана. И предпосылок к этому не было. Подобной ситуации, наверное, и с Виллендером не особо и хочется. Квик тоже. Ну и Норберт. Не сказать, что, знаете, по возрасту-то молодой. Ну, вот с опытом, с опытом парень. Выбирает себе в последнее время команды с началом Win. Был в винсайдах, теперь в винстриках. В винстрайках. Так, WorldEdit. Один выстрел, и что немаловажно для Георгия, один труп сразу же приплыл. Но вот здесь сверхагрессия, опять же, не очень контролируема от коллектива и гоу. И заканчивается все это дело замесом. В итоге Норберт обходит через нижнюю темную. И вот это был ключевой момент. Остается по итогу один шпера. Куковать со своим АВП мобильности по минимуму, инфы еще меньше. Куда же пошло по итогу звено? Ну, WorldEdit, конечно, остается здесь. Возможно, будет даже, да, выигрывать этот раунд. По итогу, как бы, вот, концентрации хватило. Опять же, вот WorldEdit, знаете, никуда не ходя, выигрывает раунды. Вспоминаем пистолетку. Георгий в яме. Минус три делает с P250. Тут, ну, в общем, как стоял на тест-пауне и делал entry-frag, так, в общем, и последний сделал, никуда не отходя от кассы. Ковал железо пока горячо. Второй раунд для себя, вот, как-то спустя пять проигранных, то есть пистолетный, за ним последовал неудачный абсолютно раунд. Опять же, суперагрессия от EGO, потом серия с двух форсов, девайсный, и после него, опять же, форс. Вот, то есть с девайсами поиграли ребята из... Винстрайк дважды. На втором раунде, но там такой, в перемешку с фармганами и вот этот вот раунд, который, ну, не получился. Где посмотреть этот лучший певец? Ну, не знаю, в клипах где-то на Твиче, возможно, в Ютубе уже есть это видео. Как бумач выигрывает шоу «Голос», не вставая со своего комфортного компьютерного кресла. Так, ну, очередной подход здесь, опять же, то есть, ну, вот, серьезной проблемой не является то, какое количество, насколько малое количество раундов, если наберут в инстрайке, наберут в первой половине. Ну, наверное, проблемой является вот самопонимание того, что будет дальше происходить. Здесь, конечно, серия нужна, и нужна как кислород в инстрайкам сейчас. То есть, в принципе, ничего такого серьезного его так и не сделали. Так, стенка смоков будет строиться. Бюро постройки стенки смоков выполняет свою часть работы четко. Норберт отконтролил врывы, ну, и здесь будет, опять же, отрезающим по миду на халку, и главное просочиться в плен без каких бы то ни было неприятностей. Ну, пока не особо получается, Вейлендера минусуют бумача, и как-то вот, опять же, казалось бы, командно вместе, но погибает точно так же и вместе. Причем под завесу этого раунда Норберт уже, ну, ничего не сможет сделать, не зацепиться ни за время, ни за позиции, ни за хп, имеющийся у его соперников, возможности не представляется. Поэтому, бежали резать, вот это поворот, фурлан. Типа, сейчас стану богатым, полторы тысячи долларов. Вот они стоят, сладенькие. Я знаю, что ты там, ты не знаешь, что я здесь. Бегу, лечу, хэдшот получаю. Норберт такого с собой обращения не позволил, конечно. Его чести. Давид Данилян зовут этого парня. Так, ну и повоевать не с чем, на самом деле, Гоши там на респе. То есть тут-то снайперская винтовка у Шпера, она есть, и ее никуда не денешь. А вот в остальном у Винстрайк только лишь калаш, засейвленный Норбертом. В предыдущем раунде очень сложно здесь будет построить... Ну, опять же, то есть вот на подобном счете поляки здесь, с учетом того, что первую карту, они, собственно, выбор проиграли, должны понимать, на какие точки, на какие больные мозоли давить. Пока что давят на полное отсутствие информации. Просто-просто вот встали в пленте, и тут... Ну, все правильно поняли для себя, на самом деле, Винстрайк, когда никто нигде не показывается, как бы просто пройти по шорту под минимальное количество раскидки, попытаться реализовать собственный стрелковый именно потенциал, но по итогу все закончилось, как и до этого момента. То есть пока что шорт для коллектива Винстрайк удалось пройти... Ну, только в первом раунде это был пистолетный, и в дальнейшем филигранное исполнение. Опять же, от Орду Дита из ямы. Ну и там, ну и там могли быть проблемки. Тоже стоит этот моментик учесть и отметить. Так, квик. Видишь у меня на руках калаш? И я не вижу. Ну и так неплохо. Так, пошли кушить мидл. Тут понимают, что одна снайперская винтовка с поддержкой. В принципе, в момент некой растерянности в свою пользу можно было перевернуть, но этой растерянности хватило только лишь на один минус для Винстрайк. То есть сентрифраг далеким, далекой перестрелкой от квика, и в дальнейшем как бы похоронили как раз-таки рифлера, хрупующего шпера. Ну и все. 8-2 итог. Первая половина за Иго, и пока что просвета по набору раундов для Винстрайк не видно. Но все может перевернуться в любой момент. Понятное дело, то есть вот как-то, знаете, строить здесь свои гипотезы по поводу того, что происходит в команде, я не буду. Никоим образом. То есть команда сейчас только... Ну, хочет начинать набирать обороты. Да, не так давно они собрались. Буквально вот... Ну, то есть вот 10-й месяц, 19-е число, я вижу. Приход Норберта, WorldEdit и Waylander. Это три игрока, которые закончили формировать этот стак. До этого, 26-го... Ну, то есть были и бум, и чеквик. 20-го июня. Ну, посмотрим. Посмотрим. То есть, в принципе, времени не так много прошло. Понятно, что усилия будут прилагаться уже на будущие турниры будущего 19-го года. Но, как бы, Старсерия тоже является турниром будущего 19-го года. А путевка из европейской квалификации, в которой СНГ, есть всего лишь одна. А команд много. То есть здесь достаточно много неплохих таких крепких коллективов. Ну, и вот... То есть даже гамбиты есть. Причем сейчас сила команд будет нарастать. То есть там уже инвайчные появляются в квалификации. И это все дело нужно проходить. Ну, или, по крайней мере, пытаться. Понятно, что легко здесь никому не будет. Но нашли новый путь подхода. На самом деле, непонятно, почему до этого метовый раунд... Не так часто мы видели в исполнении Винстрайк. Как раз-таки на лонг. То есть можно с паузой, можно сразу, если есть хорошая респа. Сейчас получается прорвать. Бумыч. Любитель экзотических девайсов. Назвать его можно было, наверное, годика так полтора назад. Но вот сейчас эти экзотические девайсы стали дешевыми и смертоносными. Бумыч. Хорош, хорош. Взял на себя ответственность в исполнении четырех фрагов. И, грубо говоря, остается один против двоих. Гоша далеко, и его врасплох не возьмешь. Но до Гоши еще попробуй дойди. Фин заканчивает начатое. Наверное, стоило все-таки СГ-шку подобрать. Но на самом деле там разница не критическая в их цене. Поэтому остался с чем был. Со счастливым калашом. Но я к чему вот эту песню завел экзотический девайс. Бумыч там любил, кто помнит, на мажоре побегать с МП-9. По большей части где-то в отрыве от собственной команды. И так подвести бухгалтерию собственной команды. То есть, если что, какие-то там события неприятные случаются и себе. МП-шечку перезакупить и команде что-то дропнуть. Ну вот, видите, сейчас как бы все больше и больше игроков играют с СГ-шкой. Это на самом деле неплохо. Не знаю, во что это выльется. То есть, Valve может в какой-то момент все это дело обрубить. Выпустив очередной патч и сделать более дорогими их. Ну, не знаю, что-то еще такое изобрести. Когда полезность там Сига, швейцарского производства автоматического этого оружия уменьшится. Да, или Ауга. И увеличится какого-нибудь другого девайса. Я не знаю. Я вообще что-то новое веду. Так, ну пока вот понравилось, понравилось винстрайкам ходить на лонг. На самом деле, слава богу, что дошла до них мысль, что можно под занавес первой половины. Ну, точнее, уже через экватор, перевалив по счету, по сыгранным раундам, походить все-таки на лонг и попытать там счастье. Ну и тем более, что пока что получается. Бумач на вскрытии фраг сделал. World of Duty подкрепил все это дело. Размен прилетает по Норберту. Ну и будет готовиться уже финалочка, по идее. Только здесь единственное, полностью нет понимания о позициях соперника. А там готовится как бы односторонняя встреча. Во-первых, то есть КТ-спаун-шорт плюс шорт-два. Работает снайперская винтовка на проходе от грубе. Причем не характерный для него девайс, но дважды, да, становится точен. И теперь от игроков винстрайк остается... Ох, ну непонятно на самом деле, как вот подобным образом можно было встрять в подобную историю. То есть есть... Есть время, есть пространство, есть гранаты, под которые можно заходить. И единственный снайпер, ну грубо сегодня, хорош. То есть тут к нему вопросов нет. Он, можно сказать, что играет практически за всю команду. 24 на 6. Это КД... Это КД-4. Это КД-4. Это очень много. Это... Это пипец как много. Но это реально очень много. То есть вот никто не выходит за десятку. С другой стороны, десятку в своем активе только World Edith имеет. Но у грубого 24. То есть сейчас, как бы, грубо играет против... Один против девяти. Так, опять же, очередные пистолеты. Подход на мидл. Попытаются застать врасплох Шпера. Но Шпера здесь укреплен тиммейтом с грибов. По правую руку от него. Тиммейт уже начинает показывать собственное присутствие. В принципе, присутствие неплохое. И... Ну вот, буквально за 20 секунд этого раунда сейчас еще и Каппер зайдет в спину. И, по идее... Так, точки не будет. Ротация произведенная. Отдает фраги, опять же, грубее. Ой-ой-ой. 26 на 6. Ну это жесть. Это реально вот... Не взять, не дать. Не взять, не отнять. Так. Ну вот интересно, на самом деле, какие мысли по этому поводу. Уинстрайк, судя по направлению их атаки, я смею предположить, что они пытаются не встретиться с грубым как раз-таки. То есть можно попытаться, конечно, перестроить собственную атаку под финалочку на базу B. Но перед этим моментом, ну опять же, развести позиции дефа здесь в любом случае придется. Потому что видели, видели мы уже походы на базу B. Успехом здесь ничего не заканчивалось. Это нужно учитывать фурлона. Ну, удастся. Удастся зайти на точку B с учетом того, что мидл уже прошли. Виэчер отдается. И есть же Супермен! Отдыхает на миду. Попытка быстрого врыва через смок. Опять же, с учетом того, что нужно было холповать пока что, можно было создать панику некую в рядах винстрайков. Но паники этой не было. Ну и выбивание на бомбе, поставленной в ситуации 2 на 3 для защиты. В принципе, ну об экономике, наверное, думать здесь не стоит. Хотя вот... Ну, сложно предположить, что все-таки до выбивания этой бомбы они дойдут. Хотя нет, стоит думать об экономике. Как бы там ни было... То есть вот... Три выживших, два выживших, раунд взятый. Тут три. Ну, как-то удалось. Удалось подобраться к платформе. В принципе, два девайса как нельзя кстати. Придутся. Это вот... Знаете, я в начале карты поговорил, что непонятные там сейчас времена с польской сценой, что будет дальше происходить. То есть, ну, есть как бы стаг Биали, который не выстрелил, да, и до минора все-таки не дошел. То есть закрытые квалификации не поддались его парням. По-моему, Микстура, да, он назывался. Есть непонятно, где зависшие в воздухе снакс. Он же снакс. Ну, то есть есть парни, которые пока что вот как бы могут, в принципе, организовать что-то... Что-то подобное Golden Five. То есть исполнение есть сейчас. Я к чему веду? К тому, что Грубый сейчас вот просто двумя ногами уже... с двух ног врывается в Тир-1 польской соревновательной Counter-Strike сцены. Ну, старается. Старается, в общем, к этому, наверное, все мои рассуждения. Старается уехать на социальном лифте. Высоко вверх. Но там непонятно, на самом деле, то есть как Virtus.pro... Переметнут ли свой взор на СНГ коллективы? Или, возможно, будет европейская вообще какая-то солянка? Или, опять же, так все и продолжится с... Это же не знаю, как это назвать. То есть с подъемом польской сцены. То есть Virtus.pro дают хороший толчок молодым польским талантам. Ага, горизонтальная стеночка смоков на лонг. Ну, тут Каппер пытался вытянуть счастливый билетик. На самом деле, из этого барабана несчастливых. И их оказалось больше для него. То есть удача не приплыла. Прострелы в смоке оказались для него фатальными. Для Waylander, ну, все обошлось. 8% здоровья. С этим можно жить и смело работать. На раскиде, по крайней мере, холповать вот этими космическими флешками на машину. Ну, пока не особо работает. То есть здесь застают врасплох. Опять же, на проходе Бумыча уже Квика. Шпера находит в прострельчик. Ну, и по итогу все-таки выпутываются. В инстрактивной ситуации для себя большинство. Бомба где-то ставится. Так, нас больше всего интересует WorldEdit. Но у него нет снайперского девайса. Это, конечно, может усугубить ситуацию. Но на самом деле Waylander уже АВП подбирает. Но, правда, ненадолго. Пошел прорыв. ВЕЧер с тиммейтом осуществляют зачистку плента. Есть ближнее стыковое звено. Работает на минус один. И смотрим за Норбертом. Давид Данилян. Оп. Ну, неприятно. Наполовину здоровья его подрезал. ПЕЧер. Ну, хорош, хорош. Два хп, несмотря на это прострел. Он там непонятно вообще через что залетел по ПЕЧеру. И все-таки показал уровень исполнения. Норберт, несмотря ни на что, и пятый раунд из своей команды в том числе и затащил. Красиво. Красиво работаем. Ну, и будем ждать вторую половину. То есть я уже оговаривался в моменте, что не очень важно было, на самом деле, какое количество раундов наберут ребята из Винстрайка. Походу, первая половина. Потому что я вот, если ничего не путаю... А я могу путать. То есть, по-моему, и Го ножи выиграли. И выбирали себе сторону защиты. То есть вот, ну, сейчас посмотрим. С такими стрелками, которые есть у Винстрайк, в принципе, на более-менее неплохом тимплее можно вытаскивать этот счет с учетом взятой там пистолетки двух-трех раундов в придачу, если не будет бомбы. И ровнять это все дело, выходить вперед и со второго места группы С оказываться уже в плей-офф. Но, правда, тоже стоит упомянуть тот момент, что в плей-офф, конечно, соперник достаточно серьезный. Это Тим Спирит. Так, ну пошел за мяч. Вообще у Бумыча не летит. Что произошло? Благо поблизости был квик. Но все равно заторкали, бедолагу, грубого в тело. На двоих его так вот расписали. Достаточно грубо расписали, конечно. Конечно, грубого просто закусали его игроки. Винстрайк. Волд Эдита потеряли. Бомба поставлена. PHR в плейнте. Ну, тут практически все можно сказать, что в плейнте. То есть глаки, короткие дистанции. То, что нужно. По очереди фокусят на себя внимание. Мы смотрим за исполнением PHR. Его хоронят. Два в два приходят. Так, ну вот главное на лонге. Человека похороните. Можно до конца эту бомбу диффузить. Пошел прорыв. Релот не самый удобный. А, фух ты, господи. Он до этого выстрелил точно. По шпера я уже испугался, на самом деле. Но релот был после фрага. Шестой раунд. И это пистолетный для винстрайка. То есть обе пистолетки уходят в их актив. Но вот предыдущий пистолетный раунд в первой половине не подкрепили. Они выигрышем второго и третьего, когда на это был момент. Сейчас, опять же, с поставленной бомбой поляки, походу... Ну, началось. Короче, да, пошел вверх пинку грубе. И пошел грубе с сервера. Короче, вот с той ситуацией, которую мы увидели с вами в пистолетке, здесь, конечно, могут, опять же, посопротивляться за второй раунд второй половины поляки. И со своей экономикой как-то помудрить. Помудрить. Давид из Армении. Ну, может быть, корни. Но вот я вижу на, опять же, Ликипедии у него российский флаг. Но, судя, да, по имени и фамилии... Энтри Фрагер стоит у него роль. В скобочках. Рифлер. Энтри Фрагер. И еще и Авапер. Такой максимально универсальный. По полезности парень. Давид Даниелян. 17 лет. 17 лет Норберту. То есть, вот уже в 21 веке родился. То есть, вы понимаете, Counter-Strike... Ну, Counter-Strike больше лет, чем Норберту. Вообще Counter-Strike. То есть, с учетом всех версий этой игры. Вот это поворот. Ну, и, конечно, вот это поворот. Главная новость, наверное, сегодняшнего дня. Это то, что Керригана усадили на лавку. Там, я не знаю, видел, кто-то не видел переписки Сизда с Ладиславом Ковачем в Steam. Я не помню, где я тоже видел. Там запалили их. Опять же, вот, то есть, неким инсайдом это являлось. Там Ладислав говорил, что, скорее всего, оно так и будет. Ну, вот, после очередного неудачно для себя проведенного турниров Изы решили все-таки искать корень проблемы в составе, да, И что-то в нем менять. Ну, с учетом того, что там Ника сейчас колет, наверное, Задача будет не такой сложной по поискам Пятого игрока, чтобы его попробовать. Не знаю, честно говоря, кто это будет. Опять же, остается это для нас загадкой. Ну, там Кромин был на замене, но Кромин сейчас на ученце. Вот, как раз-таки на канале StarLadder 5 с комментариями Гомера играют против Виталити. Там можно посмотреть, как дела обстоят. Ну, дела-дела обстоят. Там Виталити пока что справляется с наученцами. Сейчас даже посмотрим, как дела конкретно у Кромина. Если найдем Скорботик. Скорботик. Так, ну, Кромин на первом месте. Один-единственный, кто в плюсе. 1-2-10 он играет. Энтри дуэли не выигрывает, но АДР неплохой, 81. Ох, инфы бы, на самом деле. Вот, конечно, проблемы первой карты. Ну, то есть вот одна карта раз в три дня у нас играется в этом противостоянии. Там, по-моему, в конфе у нас как раз-таки сейчас обсуждение этого вопроса идет. Сейчас я вам, друзья, доведу самую, что ни на есть, точную информацию из первых уст, если перестанет мой телефон тупить. Если перестанет, то мы с вами все узнаем. Наверное, я. Нет, это не в конфе. Это не в конфе. Непонятно. Ну, сейчас спросим. Непонятно, в общем, друзья, товарищи. Ну, пока достаточно интригующее развитие событий. Вот знаете, как это любят, я не знаю, там, в сериалах, да, то есть обламывать на самом интересном месте. И ждите, что будет дальше. Be continued. Ох. Ага, ага, зашел. Все нормально, охрана, отмена, ничего я не буду писать нашему судье, то есть все вроде бы нормализовалось. Все вроде бы хорошо. Симпла возьмут вместо Керригана. Там Зевс обмолвился вроде как. О том, что Сашей ноги интересуются. Не знаю, по-моему, там некая связь наметилась с Электроником у Симпла. Да, чисто мои рассуждения, не принимайте их всерьез. Мне кажется, теперь Симпл, ну, ему удобно играть с Эликом, и без него он ни в какую команду не пойдет. То есть помните, был момент, когда вроде как там бразильцам должны были уйти Симпл и Флейми. Но не случилось. Вот теперь, скорее всего, то есть Симпл и Электроник, если что, если какая-то замена будет. Так, ну окей, продолжение. Смотрим здесь. Вот с учетом как раз-таки второго раунда первой половины винстрайки сейчас с максимальным уровнем вынимания ненужности ошибок должны провести этот раунд. Они так и делают. И Бумыч, опять же, с экзотическим девайсом заканчивает этот раунд. Седьмой для себя винстрайки берут. И, ну, пока что будут пытаться карабкаться по счету. Отличная, отличная инсайдная информация от зрителей. Чатик отвечает. Чатик отвечает. Знает всегда и все. Это да, это да. Так, ну и смотрим, что здесь будет дальше. Пока что пистолет опять же на руках мы в ожидании девайсного раунда такого крепкого оружейного для Иго до этого момента вот сложно представить, что здесь что-то произойдет. Спецназовец Бумыч спел песенку своим соперником. Ну и, в общем, 8-10. Вот он, девайсный раунд. Наконец-таки у Бумыча, кстати, в запасе остается. Вот то, о чем я вам говорю. То есть, знаете, импакт, такой редкий импакт вот именно игроков, да, когда ты бегаешь постоянно с фармганами, у тебя постоянно есть деньги. Но при этом ты там не умираешь, да, не... Ну, то есть, деньги тратишь не на себя по большей части, а если что, если раунд провалится, то еще как минимум два девайса Бумыч может ну, дропнуть. Так, ну и смотрим. За исполнением девайсного раунда от Ego пока ищут рыбку. Они в мутной воде через мидл, работая под флешечки, все-таки заходят на шорт и смок на X'е лежит. Ну и вот, вот она мутная вода и вот он рыбак грубее. Ну, не стал на самом деле здесь как-то коварствовать, то есть выпадами бороться как раз-таки с соперниками в попытке застать их расплох. Просто выбрал пиксель. Ну, если кто-то бы выходил на повторный перепрочек, то попытался бы это дело уничтожить. Кстати, как дела у грубого? 28 на 11. Ну, если 5 фрагов сделает и при этом не умрет, то будет у него 3. Пока что с потерями для винстрайк начинается этот раунд. Первый организовал PHR. Ну, вот, кстати, похоже, стенку смоков здесь строят. Правда, немного кривоватый левый прилетел, но, тем не менее, в него так особо никого выцелить со стороны защиты не удается. Пошел проход. Теперь уже 5 в 3. Замыкают точку А с двух сторон, но на самом деле работают против абсолютно пустых позиций. В планете глубоко никого нет. Первая встречающая позиция на КТ-спауне. Приходит Вейлендер в спину. Ну, вот, опять же, сохранить бы здесь хотя бы кого-то ему на помощь. Там пожадничал, проходит с девайсом, удается квик. Двое половиненных, но при этом ничего с этим сделать не удается. Так, ну и 1 с 8. Раунд на экономику для Винстрайк. Ну и тем более, как бы на экономику для обеих команд. То есть, такие запасы, как 1800-1900, конечно, не позволят здесь сделать какой-то внушительный бай и внушительный рывок по следующему раунду, но пока что все начинается неплохо. Для Винстрайк WorldEdit первый минус. Непонятно, кстати, Каппер, походу, вот где отдался-то. Попытка все-таки вскрытия базы Б двумя фронтами. Мидл ложится, туннель пока что был в безопасности, но в любом случае выходить ему нужно. Занятие позиций базы Б осуществлено, но такое меньшинство двукратное разыграть здесь будет достаточно сложно, тем более, что практически все соты, гранат моря, времени вагон, ездив футкиты две пары и ну нужно я не знаю, прям очень шикарно как-то подловить своих соперников, но в итоге подловить не удается. Остается последний Шпера, снайпер с винтовкой на пролете промах и все, позиция с пониманием должна Винстрайками разыгрываться. То есть кто-то диффузит, двое контролят все это дело. Контролят WorldEdit по итогу. Первый минус дел в этом раунде, последний, также в его исполнении это девятый очко в копилку Винстрайк. Увернулись они о сложном моменте для себя, для соперника, конечно, приготовили такой жесткий сюрприз. Спасает здесь коллектив то, что они поставили бомбу. Ну, хотя бы какие-то сейчас, наверное, промежуточные пистолеты мы увидим или же все-таки так, ну, два калаша появляются. Дигл и Дигл, по идее. Три калаша. Дигл и по 250-й. Ну, вот так решили разыгрывать, то есть не отпускать здесь, не подпускать, точнее, Винстрайк на расстояние вытянутой руки. Так, ну, непонятно, как Ворлдедит на самом деле два раза-то промахивается. Георгий! То есть, по идее, сейв тиммейта как раз-таки погибшего лежал полностью на его плечах. Там бум, понятное дело, был в блайнде, Ворлдедит промежуточно, ну, так, 50-50 тоже, но первый фраг, точнее, с первого выстрела фраг, по идее, должен был прилетать, но этого не случилось. Базуа приходится отдавать. Заход под установку. Смотрится там PHR, опять же, лонг, ну, и как-то вот начинается... Вроде бы бомба под шорт, вроде бы туда и ставили ее, и остальные должны были дойти, но пока эта самая бомба ставилась, потеряли двоих, и по итогу сейчас равенство для винстрайка, которая, конечно, работает целиком и полностью без пользы. Так, ну, Норберт пошел. Ворлдедит, понимает, что позиция в пленте, он со снайперской винтовкой, и вот, конечно, тенденция с промахами не самая была приятная, и опять же, вот не залетает. Снайпер справляется. 12-9. 12-9, и все напряжение становится. Моментик, конечно, на дасте втором. Напомню, что третья карта, третья, причем, карта, то есть сегодня мы посмотрим максимум две, одну уже эти коллективы сыграли, сыграли в пятницу, тогда винстрайки до того, как проблемы с пингами начались, выиграли вражеский трейл. Так, ну, вот это поворот. Здесь перекрестка ожидает в погоне за девайсами винстрайк, подворовать что-то не удастся, и походу уже есть, да, заход спины от Вейлендера. Ну вот, нормально в разменах изначально, но потом, опять же, выходя на второго, начинаются проблемы, и меньшинство сохраняется, то есть здесь уже соло-квик против двоих соперников, и не попадает по голове. Оставляет 3% здоровья Каперу, но Капер этот минус сделал. 13-9. Могли, могли. Цепляться, на самом деле, вот начало, опять же, неплохое, но слишком много народа со стороны польской команды, со стороны атаки, почему-то оказалось в туннелях. То есть легкая жертва под номером раз, потом есть нижняя, уже темная, у атаки, и есть чувак, который еще не вышел вообще с Титаника, с Теспауна. И это, конечно, была ловушка. Так, ну, решили попытать счастье в раунде под базу Б, и гоу. Пока как-то счастьем здесь особо и не пахнет, на самом деле, просто пистолеты отстреливаются. Дамаг! Еще и снайперу нарисовали счастье. Бумыч в спине, как всегда, Груби последний против двоих. До свидания, Груби, на простреле через Маки Ворлдедит с дегла по голове ставит, и это десятый, неожиданно, откуда нарисовавшийся для винстрайка. Не самое логичное решение для айгоу. Хотели, видимо, побыстрее получить уже 14-й, там разбираться с девайсами, 15-й, как бы, выигрывать эту карту и идти играть в кэш. Но получилось, как всегда. С такими моментами бывает. Но теперь сами остаются с носом, а именно с пистолетами из арморов только у Шпера первый, и первый же у Груби с его ЦЗ-шкой. Ну и максимум аккуратности. Сейчас база отпущена. В угоду того, что будет обороняться уже с позиции ланга, как раз-таки там и снайперская винтовка, и выудить эти самые позиции будет сложноватенько. И гон, но особо они на этот момент не претендуют. Бомб под шорт, короткие дистанции. В общем, забетонировать позицию в точке и попытаться вот как раз за счет того, что все вместе и с пистолетами. Ну, закрутить. Закрутить здесь панику. По-другому никак не назовешь. Двойной шорт. Ну, вы посмотрите, у винстрайков никто как раз-таки по парче не идет. Молик кладется. С осознанием дела подходят к этому ретейку винстрайк. Врывается, как молния Вейлендер. Финская машина урабатывает. Ну, все. Ищет там еще кого-то. Тиммейта доработали. Все нормально. Одиннадцатый будет. Есть там где-то, есть. Одиннадцатый будет для винстрайка. Так, ну и деньги КГО возвращаются. Опять же, раунд за два здесь. То есть, проигрывая двенадцатая два, своим соперникам, скорее всего, придется отдать промежуточную ничью и, ну, впору будет задуматься о проблемах. Три-четыре на семнадцатый. Ну, все равно два к одному играют группы. Так, попытка отстоять лонг. Ну, вот опять же, первый удачный минус, а потом решили доворачивать здесь эту тактику до конца. И по итогу не удалось. Закрепиться. Ну, особо не претендует ИГО на быстрый врыв. Там не так много, на самом деле, понимания о происходящем на остальных частях карты. Есть на Т-спауне запасной со снайперской винтовкой Шпера. Ну, и на этом все. То есть, просмотр медали ни к чему особо не приводит. Шарта здесь поддержки не присутствует. С паузой ИГО попытаются все-таки по ходу пойти в том же самом направлении, которое изначально выбрали для себя. Ну, и реализовать оставшиеся гранаты как раз-таки на этот проход. Два смачка есть. Это абсолютно Георгию Яскину не мешает. Да, ну, идти куда-то чуть дальше от смерти не удалось. Причем, как бы, пришел и тиммейт ему помогать. Это уже меньшинство для винстрайка. Выбивание 2 в 3. Двое дамажных. Сотого забирают. Дамажные остаются по-прежнему заперты на планете, как и Норберт, который отрезан от собственного тиммейта Моликом. Ну, пока такую роль саппорта исполняет. Флешку набросил. Не очень неожидаемый угол от Фурлана, но на самом деле простой в исполнении для винстрайка. И последний минус в этом раунде все-таки за винстрайка и бомба будет дефузиться. Это 12-й. Так, поплыли. Поплыли поляки. На самом деле, вот все здесь, опять же, началось с раунда почему-то на базу Б. Точнее, даже, наверное, не так. Раундом ранее началось. Когда они выиграли, вот этот вот, это был у нас 22-й. 22-й раунд. И вот, наверное, ну, то есть, шансы были у винстрайка и на взятие его. Чуть-чуть пожадничали, чуть-чуть недопоняли ситуацию, что настолько много народа в туннелях, и в нижнем, и в верхнем. В принципе, и тот раунд с пистолетом могли забирать. Потом как-то почему-то для себя поняли поляки, что нужно, опять же, пушить базу Б, причем в дебюте раунда и до конца. Ну, и мы видели, чем это закончилось для них. Ну, и после никаких приятных новостей так и не было. 13-13. Здесь уже вот никак по-другому. World of Duty против пистолетов исполняет. Исполняет жестко вместе с Финном. Ну, и привозит свою команду спустя 26 раундов на ничью. Тяжеловато, тяжеловато. Для винстрайков игра, конечно, складывается. Опять же, вот немного подруинило здесь все в первой половине. невыигранный второй. То есть пистолетку забрали, после чего получили такой жесткий ответ. Но это была начальная стадия игры. Тут, опять же, как бы все ни было в начале, все решается во второй половине. Вторую половину пока что винстрайки тачат. Напомню, что начинали ее со счета 5-10. И напомню также, что первая карта также за ними. Это был Трейн. Польский. Ну, сейчас мы смотрим за выбором как раз-таки винстрайк. Так, ну, нужно что-то делать, потому что, опять же, откладывать уже некуда. И, не беря этот раунд, будут у них серьезные проблемки. Да, понятно, что там будет серия уже проигранная, достаточно серьезная. И экономики будет на концовку. Но лучше бы не доводить. И попытка разыграть в долгую наверочку. Очень интересная позиция у Фурлана. пытается подкараулить про чек шарта. Ну, были-были такие раунды, когда и Бумыч здесь занимал. Ну, опять же, не сегодня. Вейлендер и Ворлд Эдит пара снайперов. Винстрайк организовали. Два минуса. Ну, вот, занимание Лонга. Заниманием Лонга здесь придется погодить. Иго, они-то прекрасно понимают, потеряв двоих игроков, и как-то потихонечку на фрагменты их атака начинает разваливаться. С таким преимуществом защиты теперь, конечно, ну, это что это за охота? Охота и рыбалка. Просто вот. Ну, и Бумыч еще последний фраг сделал. 14-13. Двух шагов от плей-оффа. Винстрайк и от того, чтобы оказаться соперниками Спирита в первом раунде плей-оффа. Это поворот. Легкий тупичок для Игоу. Но, знаете, к слову сказать, то есть, опять же, вот, удачные события старта раунда для Игоу по большей части, то есть, вспоминаем там фок промахи, ворлд эдита, да, недоконтроль позиций, шедевральное исполнение от грубого. Грубый, кстати, подпропал. То есть, не отличается уже постоянными пачками в каждом раунде по два, по три фрага не делает, но в остальном команда выглядит как единое целое, да, то есть 17, 19, 14, 13, вроде все как, как и у всех. Ну, тут получается вскрыть бронительные позиции базы Б, как-то не справились Норберт с Квиком, Вейлендер, опять же, не пригодился. И нужно принимать решение, быстрым фрагом пахнуть не будет, то есть, позиции достаточно глубокие на обороне этой бомбы, причем, ну вот, чтобы прям так до конца, то есть никаких запрыгов на окно здесь нет. Есть. Первый пошел, Молик, догорает, Шпера, ой-ой-ой, WorldEdit за собой зачекал, точнее, под собой зачекал, слышал топ, спрыг с окна. И еще остается последний, что происходит-то уйго, на этом ретейке, ничего им не угрожало, гранаты были у грубого, ни одной не прокинул. Целый арсенал у него был, тиммейта потерял на Дэнсе. Ну, эпик просто. Как такое можно было отдать, абсолютно непонятно. С другой стороны, как бы, знаете, больше шансов было не организовать этот ретейк. Ну, Молик кинули куда нужно, WorldEdit понял под собой соперника, грубый не попал в голову Сауга, ну и пошло-поехало, а пейчер, когда остался один, такой, what? Как? Как никто не умер, а я последний, играющий на бомбу? Ну, сделал выпад, сделал второй, по итогу за две очереди спустили в утили его хп и отправили в следующий раунд. А следующий раунд уже, как бы, и может стать последним для игол. И на этой карте, и в этом БО-3, и в этих квалификациях, в GGBT квалификациях на старт серии. Ну, а вы, друзья, можете свои последние плохие скины разменять на, интересно, что же выпадет, неплохие. На КС Маню, в три клика, изи. Так, ну не такая, на самом деле, большая дистанция, то есть, в принципе, как бы все печально не выглядело для поляков в предыдущем раунде, им-то рукой подать до допов, то есть, два раунда, это не что-то непроходимое. Да, закупка будет и в следующем, если этот винстрайки проиграют, эти против двух девайсных им придется бороться. Но тут уже не один гад. Разговор. Так, Бумыч шерстит спину, никого он здесь не встретит. Опять же, претензии от поляков под собственный смачок выход на базу B. Получается сделать это здесь чистота и пустота. Один из обороняющих лежит на окне, второй на воротах. Ну и, ну растянули этим сплитом. Сейчас интересно посмотреть за Бумычем, который, нет, которого уже вроде как бы даже и смотрят, но не получается перестрелять. Есть инфа, что линейно на Дэнсе никто не стоит. Нужно теперь прорабатывать позиции, самые что ни на есть хитроумные. Грубые. Теперь от греха подальше вообще прячутся с машины с губом. И остается по итогу один против троих. Я не знаю, как такой он будет тащить. Никак он не будет тащить. Префайермод от Кирилла и на этом ставится жирная точка в этом Бо-3. Винстрайки выигрывают в пятницу карту Трейн. Это выбор коллектива из Польши был. Ну и вот сегодня, сегодняшним вечером карту уже ДАС-2, которую выбирали сами. Поздравляем их. Они становятся в плей-оффе соперниками Team Spirit. На этом вещание на канале StarLadder 10 окончено. Друзья, я вас всех отправляю на StarLadder 5. Там Гомер комментирует для вас события уже раунда, первого раунда плей-офф. Это как раз-таки Vitality против No Chance. По-моему, там вторая карта только на очереди сейчас будет. То есть первая чуть пораньше завершилась, чем наша. Ну а я...